Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал GameStones. Сегодня выдался неплохой денек, и я хочу вам рассказать об очень необычном жемчуге, он называется Paragon. И вот какие вопросы мы затронем. Почему жемчуг необычной формы начали высоко ценить? Какие есть ювелирные шедевры с уникальным жемчугом Paragon? Жемчуг Paragon — самый необычный и удивительный формы жемчуг. На него можно только смотреть. Всем известно, что неправильной формы жемчуг принято называть барочным. От французского слова «барокко», что означает «причудливый». Эти жемчужины совершенно неправильной формы. Они могут быть треугольные, конусовидные, овальные, какой-то интересной формы. Но это еще совсем не жемчуг Paragon. Paragon — это жемчуг, который не просто имеет интересную форму, но его форму, повторяя, является причудливым силуэтом какого-то животного или растения, или какого-то природного явления. При этом жемчуг Paragon может быть как культивированным, так и природным. Как морским, так и пресноводным. Стоимость такого жемчуга сегодня в десятки раз выше стоимости этого же жемчуга, но имеющего круглую форму. Почему? Все просто. Дело в том, что второй такой жемчужины, как жемчуг Paragon, просто не существует в мире, а значит, и цена на него соответствующая. Очень сложно объяснить, какой формы он бывает, поэтому вместо того, чтобы много рассказывать, я предлагаю посмотреть на 10 интересных жемчужин Paragon, которые были использованы в ювелирных шедеврах. Например, подвеска Фортуна, выполненная французским ювелиром Альфредом Андре. Выполнена эта работа была в конце 19 века и изображает купальщицу с большим китом. Почти весь кит был выполнен полностью из жемчужины Paragon. Использована золото, эмаль, инкрустация рубинами, изумрудами и сапфирами. Или, например, подвеска Ягненок, датируемая 16 веком Франция. К сожалению, ювелир неизвестен. Почти все тело Ягненка выполнено из крупной жемчужины персикового оттенка. Посмотрите, как натурально выглядит Ягненок. Удивительно, что при этом саму жемчужину никоим образом не подгоняли под этого Ягненка. То есть просто взяли ее и поставили. Соответственно, ювелир увидел, что именно таким образом нужно придумать это произведение искусства. Ягненок держит крест, символ христианства. В работе использовано золото, дерево и натуральные жемчужины. А вот, например, в коллекции Blue Book от Тиффани, это совершенно современная работа, есть прекрасный обитатель морских глубин. Это осьминог. Его все тело полностью выполнено из барочной жемчужины нежно-голубоватого оттенка. Помимо жемчужины парагон, осьминога украшают сапфиры и бриллианты. И также использовано белое золото. А вот, например, подвеска Испанская кошка, выполненная мастерами Испании в конце 16 века. Здесь жемчужина парагон имеет поразительную форму. Она повторяет силуэт настоящего хищника. Или, например, подвеска русал, выполненная европейскими мастерами в 1860 году. Весь торс мужчины, русалки, составляет жемчужина парагон. Поразительно, насколько это похоже. Причем смотрится это очень интересно, как будто бы этот русал побывал где-то в боях. И, скажем так, его вид слегка потрепался. Использованы также эмали и гранаты. Такие работы были очень популярны в Италии и вообще во всей Европе, начиная с 16 веков. Поэтому многие знатные сеньоры предпочитали заказывать у мастеров такие интересные подвески. Вот, например, подвеска Гиппокамп, итальянская, выполненная в 16 веке. Она представляет собой уникальный силуэт дракона, полностью выполненного из жемчужины. Причем с обратной стороны эта жемчужина закрыта золотом, и ее не видно золотом с эмалью. Могу сказать, что очень тонкая работа. Использована эмаль, золото, драгоценные камни. Выглядит потрясающе. Это одна из лучших работ с жемчугом парагон. А вот, например, в Индии, в Британском музее, есть очень интересная статуэтка слон. Все тело слона выполнено из белой барочной жемчужины, достаточно круглой формы. Использовано золото, эмаль, предположительно, это середина 17 века. А вот подвеска сирена, выполненная в Нидерландах в конце 17 века. Представляете, практически все тело этой сирены выполнено полностью из жемчужины. Посмотрите, насколько она имеет причудливую форму. Добавлена инкрустация топазами, также золотые элементы и эмаль. Очень жаль, что часть высоких ювелирных традиций, к сожалению, уходит в прошлое. Почему? Приведу пример. Вот, например, брошь Посейдон, которая была продана на аукционе в 2011 году за 25 тысяч долларов. В центре крупная барочная жемчужина округлой формы. Есть бриллианты, много бриллиантов, много золота, эмаль. Но посмотрите, насколько, скажем так, не так играет, не так интересно смотрится эта брошь в сравнении с предыдущими предметами искусства. Однако не все так грустно. И есть мастера, которые выполняют современные изделия, похожие на настоящие предметы искусства, настоящие шедевры. Вот, например, брошь Прыжок от Роунсона, выполненная в 1999 году. Это замечательное соединение таланта природы и мастера. Посмотрите, насколько искусно выполнены ручки и ножки. Сейчас эта брошь находится в частной коллекции. Спасибо, что досмотрели видео. Завтра я расскажу об одном из самых красивых берилов на всем свете. Это марганит. Какая история открытия марганита? Сколько он стоит сейчас? Какие его характеристики и свойства? И почему он набирает огромную популярность в наши дни? Хотите получать уведомления о новых видео на своем мобильном? Подпишитесь и нажмите колокольчик.